я думаю что что-то поменялось за много-много лет нет все то же самое еще даже чуть страшнее стало на телевизор поясе не работает сейчас скажешь какая у тебя кофточка красивая ты тут эвакуация машина идет прямо на центре сломалась видимо такой щеночек выпал сказать что наполовину высунулся это это мало сказать просто висит всех облаивает как сегодня в садик сходилась да собака просто удивлена что столько машин за раз скопилось начали заражить сейчас посмотрим что там творится вон она к дому не подпускает никого у нас линиша тоже такая же света большая на самом деле маленькая оставляем идет просто огромный да ладно милашка что-то улетели машину куда-то вон там мир видно нет потому что на бровку улетела газель при нас туда улетела прям во враг с разбега что ли что затормозить не могу не успел затормозить на выход за поворот и видимо уже сверху а николаевна вы напугались снимаю все погоняли время полдесятого еще только первый этаж работая всех повыгоняли как раз хорошо время выбрали когда не так много народу шикарно как у вас там дела недалеко не надолго так пропали что-то очень много было волнений у нас как бы в семье произошло у нас просто были гости одни за другими причем гости не просто приходящие уходящие они у нас жили и как-то времени хватало сашу только залить на кулинарный канал физически и не мог надо было помочь это Виктор Иванович батя у меня как сказать он мне не родной но в 13 лет можно сказать на улице мне подобрал и научил ему разум вот так сказать ну да но не совсем на улице я могу рассказать если кому-то будет интересна эта история как получилось у меня вот отца не было был отчим который не очень-то меня любил и вот отец можно сказать отца заменил Виктор Иванович не родного но по крайней мере научил многому жизни вот у него тут спина приболела очень сильно грыжа вылезла на позвоночнике я ему договаривался прооперировать лучшего хирурга у нас хирурга края все договорились тоже помощью и соответственно как вы понимаете это очень много времени уходит пока съездит туда 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 тут договориться там договориться потом мама в гости приехала мама привет тоже нас смотрит вот и как бы с ней немножко тут побегались вот сделали небольшой подарок и телефон а то телефон вообще развалился вообще смотреть было страшно вот поэтому ребят покупки у нас тут были достаточно большие и получается когда мы сделали большую покупку мы чуть не пролетели на очень огромную сумму для нас все еще не разрешена ситуация не разрешена я очень сильно нервничал то есть это это разговор об этой машине то есть у нас новая машинка но она не новая она хорошая одного хозяина так сказать ездил человек который достаточно такой крупный бизнес держит за ней ухаживал то есть он ее вколил лелеял тут мыл практически он ее каждый день зимой то есть она идеальна на ней даже ржавчина ребят нет ни одной ни по кузову ни по раме то есть на ней нигде не ползали вот ее надо только химчистку небольшую салону сделать это небольшую то есть вот сиденье мне уже договорился сиденье руль тут небольшая вот есть коцик это все поправят гарантию 2 года парнишка поэтому у нас тут это небольшая трабола по этой машине вышло недопонимание его и налоговая инспекция там не налоговая там судебные приставы в общем он сейчас эту ситуацию решает до вторника обещал все это решить Марина предполагает что до вторника это все не решится ну я говорю что он возьмет еще недели ну там на 9,5 миллионов ребят везет получается у него долг у него везет 2 ареста причем там тоже ситуация машина была переоформлена на жену и аресты появились когда машина была уже на новом собственнике да и ситуация в том что у него там были там 50 миллионов долг или что у него там было он говорит все погасил якобы но Марина предполагает что это еще представительский какие-то там сборы или что там ну что-то типа такого просто получилась такая ситуация сама работала с исканием знаю на чем это да знаю где проверить в принципе эти все аресты у Саши спросила проверил проверил короче понадеялись на друга деньги заплатили а потом пошли оформлять машину в ГАИ оказалось что там 2 ареста судебных приставов понятно мы на себя зарегистрировать машину пока не смогли ну мы сделали страховку то есть у нас есть договор купли-продажи мы ездим на ней но это митсвиси патчета и есть у нас расписка собственника что если что мы сможем вернуть денежные средства то есть в принципе тут больших-то по идее нет просто переживания вначале были потому что он тоже не в курсе был у него глаза округлились Марина говорит я даже увидел его реакцию как он написал эту расписку то есть понятно что человек не в одумении был он не понимал что происходит но он говорит у меня все погашено да у меня были долги как бы я их погасил говорит а откуда все это вылезло говорит давайте выяснять то есть он целый день провел в пятницу там получается у приставов я так понял Марина сказала что рабочие у них вторник четверг вот они ему на вторник назначили во вторник он получается должен получить якобы ответ пристав но знаю как приступы приставы у нас нерасторопно работают я думаю что завтра ему не снимут эти аресты даже если он пристава в охапку возьмет и договорится что она с ним поедет там же как бы есть поэтапная пристав не сама пристав выносит постановление о снятии этого ареста она должна у начальника подписать согласовать если это будет отправляться электронной почтой может где-то затеряться то есть конечно надо нарочно вести не все приставы соглашаются поэтому саша говорю ты конечно на вторник рассчитываешь я вот 90% уверена что до вторника это все таки не разрулится ситуация да они решат но то минимум еще недели полторы будет тянуться я переживал ребята очень сильно то есть меня вообще два дня как из головы вылетело вообще просто не знал себе вместо не находил сумму ребят не маленькая сами понимаете то есть мы свой витарик продали добавили денег получается купили вот эту машину то есть машину то я хотел намеренно то есть у нас митсобиси и pajero она еще в таком цвете ребят когда я нашел она получается в перми чуть ли не единственная такой малиновый цвет да и получается 3.8 двигатель то есть это по максималочке максимальная комплектация я когда узнала какой налог нам предстоит потом платить я саша чуть не убила 14000 в год 14500 если бы я как бы заранее знала то эту машину мы не купили поэтому я переживаю что ребят получится так что если с машиной эта ситуация не вырулится мы будем пересаживаться обратно на витарик пересаживаться да и получается маринка уже не согласится вы не представляете сколько мне составило усилий чтобы уговорить купить и вообще эта машина потому что она огромная вот витарик до 6 утра ругались чтобы не купить я была против покупки машины саша меня убеждал что такая машина я бы ты зачем искал машину я говорю у нас хорошая машина мы ездим нет он ее свозил на диагностику там двигателя на диагностику кузова он ее на этот поднял все просмотрел короче заплатил бабла чтобы все ему проверили а потом говорит машина суперская надо брать друг держит кузовной центр свой вот он приезжал смотрел то есть пробивали по дтп там фотографии все смотрели чем короче в саму машину мы посмотрели а вот про то что есть на ней аресты есть запреты я попросил друга друг при этом как раз работает вот в этой системе он просто то ли поленился то ли чё но в том саша гайдак это ведь не на тебе арест чего волноваться то что человек как будто бы не знает что с машину не сможешь поставить на учет раз там запрет регистрационных действий он мне говорит Сань что ты переживаешь это не на тебе же арест я говорю не ну понятно что не на мне я говорю дело в том что машину я вот уже настроился это самый так худший вариант не то что деньги унуть ребят у нас как бы нет переживаний то что деньги то человек все равно отдаст у него и с расписка у него есть что забрать то есть он покупает для себя машину новую pajero sport то есть он вот на этой машине отъездил и получается себе купил pajero sport на свое имя то есть у него есть что взыскивать есть что забирать вот но то что как бы вот эта машинка вот если на ней повиснут вот эти вот девять с половиной миллионов если он не сможет этот вопрос решить понятно что мы эту машину оставим я дальше смысла не вижу разбираться там ждать месяц-два отсрочивать потому что ее пока в розыск не поставили ее же могут поставить и в розыск то есть вот такие вот потому что мы посмотрели на сайте пристав там есть действительно у него действующие два ну вот и смысл потом меня как бы переживать как бы еще больше втягиваться в эту машину а я еще хотел химчистку сделать там еще что-то в этой машине то есть смысл как бы уже не вижу но уже вложились 20 с лишним тысяч мы поменяли свечи там поменяли всякий фильтр и чтобы свечи поменять тут надо башку скинуть практически то есть машина такая как достаточно в этом плане замороченная но 6 получается 6 горшков 250 с лишним лошадиных сил это мы с Сашей поехали в сервис он говорит ну я говорю мы надолго едем в сервис только свечки поменять ну час-полтора время проходит два часа три пять мы все в сервисе я конечно меня уже все вот так вот он говорит так они весь движок раскидали чтобы свечи поменяли а там раскидали надо все до конца это не только свечи поменяли прокладки на цилиндрах ну то есть все полностью все что было там эти как называть подсвечи которые кольца все поменяли эридиевые свечи оригинальные поставили то есть представляете я здесь все жидкости поменял хотя у нее все было меня но ты берешь машину надо желательно поменять. Нам сказали, что надо было сначала зарегистрировать машину, потом все менять. Саша говорит бесполезно, Саша дурак. Саша только машина в руках оказалась, он меняет всегда все. Ну, ребята, вот представляете, он подвеску переклипал на машине, новая подвеска, новая резина зимняя, дунлоповская, на литых дисках, летняя резина новая, то есть получается тормоза все перебраны, то есть вообще все получается, машина ни одной ржавчины нету. Понятно, что машина в одних руках была бережной, они не гоняли, человек ездил, как бы расслаблялся, единственное, он каблуки только на этом рынке. На потолке. Да, и презервативов мы нашли кучу, вот. А в остальном-то как бы за машиной следили. Ну, то есть понятно, что я загорелся этой машиной и как бы не мог даже предположить, что такая вот ситуация такая выйдет, некрасивая. Для меня, по крайней мере, вообще ситуация, меня выбило из калина, у меня два, наверное, вот так вот. Так что мы не прощаемся, скажем, чем закончилась. Да, сегодня видели, да, нас это вывели, получается, сейчас по всей России, видимо, проходят такие учения, ну, этот, пожарников. Ну, вот еще, что хорошо, телевизор не надо ставить, у детей уже свой телевизор, то есть смотри, как бы наслаждайся в дороге. То есть машина такая полностью оборудована, багажник огромный, то есть. Ну, ладно, будем ждать результатов, вам расскажем. Вот это вот сейчас берется, а мы вам помыть. А, где-где-где-где? Вот это вот по краям. Ну, красненькие. С цветленькими уже походила. Знаю, что Женя меня смотрит. Женя, тебе огромный привет, спасибо. Под этим видео, наверное, оставим контакты, да? Да. Ссылочку на контакт. Там, у нее много-много работ. Ну, очень много заказов, да? Ну, да, плотно так. Достаточно. Потому что красиво делает и качественно. Насколько тебе хватает? Ну, чуть больше трех недель. Но они уже отрастают. Самое главное, что они не отпадают. То есть качественно, да, покрытия получается? Она укрепляет акрилом. Поэтому, на дольше, да, хватает. Ну, что, поехали домой? Кусать. Да. Тошницей кушать. Да, у нас маленький сюрпризик. Потом расскажем, какой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова